Средства защиты растений Средства защиты растений Средства защиты растений Это неправильно, и многие из вас уже это прекрасно понимают и считают по-другому. Если после применения какого-то препарата у вас, например, период ожидания 7 дней, и вы вынуждены через 7 дней заложить еще одну обработку, а взяв более дорогой препарат, вы вот эту последующую обработку пропустите, то на калькуляторе посчитайте не только, сколько вы сэкономили на предприятии, а у вас на поле еще один раз не заехал трактор, значит он не потратил ГСМ, значит ваш механизатор не отработал часы, он где-то в другом месте зарабатывает деньги, но не опрыскиваете растения, плюс амортизационные отчисления, то что у вас трактор 4-5 часов на поле поработал и так далее. То есть комплексно надо подходить и понимать, что купил настоящие продукты у компании Сингента или пусть даже это наши конкуренты, но достойные, вы приходите к выводу, что вот здесь. Ну и если на это еще наложить эмоциональные ожидания от того, что настоящий продукт сработает так, как это декларирует компания, а сомнительный продукт может да, может не и так далее. Следующее, то технология защиты, которую агроном прописал себе в технологической карте зимой, само собой она корректируется летом. Почему? Вспышки болезней, массовое распространение какой-то группы вредителей, или наоборот отсутствие какой-то инфекции и так далее, и так далее. Поэтому, когда я готовился к нашему сегодняшнему общению, я не стал набирать перечень продуктов, ну например, чтобы вам был приведен, там, Ревус, например, действующее вещество мандипропамид, концентрация 250 грамм на литр, класс химический такой-то, опасность такая-то там, и так далее, и так далее. Вы все грамотные современные люди, умеете читать каталоги, и умеете анализировать информацию, и читать какое там действующее вещество. Поэтому вот эта скромная брошюра, которую мы приготовили на сегодняшнюю нашу встречу, это вот так последняя технологическая карта, которая нами с этими собственниками и агрономами этого предприятия была прописана зимой, под которую были закуплены и выделены средства защиты растений. Она корректировалась летом, и с нашей точки зрения компании Сингента, вот именно эта схема защиты была самой приемлемой и нужной именно в этом году. Потому что, пословица, ну не пословица, да, словосочетания год на год не приходится, мы его говорим каждый год. И если мы с вами откроем первую страницу, то на первой странице я выбрал, по данным метеорологического пункта Николаев аэропорт, это ближайший отсюда метеорологический пункт, данным которого можно верить, потому что сегодня метеосайтов существует много, и архив погоды можно найти на любом из них, но как бы объективно есть вот такой метеопункт, это данные метеопункта Николаев аэропорт. Я их взял с 20 мая, потому что у 90% производителей на эту дату уже помидор был высажен, и закончил 31 июля, ну потому что сегодня у нас 10 августа, но нам еще было надо напечатать, проанализировать и так далее. Смотрите, что получается по верхнему графику. Верхний график это температуры, я думаю, вы догадались. Коричневая это максимальная температура, которая была в ту или иную дату, салатная это минимальная температура. И вот смотрите, что получается. В третьей декаде мая у нас наступил очень непростой период, то есть после того, как мы высадили с вами рассаду, она прижилась, стартанула, а ночные температуры упали ниже 10 градусов Цельсия в данном регионе. Я думаю, что с этими метеорологическими условиями в среднем столкнулись все производители данного региона. Понятно, что они не буквальны, потому что май, там за посадка есть дождь, а тут нету. В соседнем селе есть, а тут нету. Но мы, если говорим в целом о регионе, то практически во всех хозяйствах овощных данного региона условия были похожи. И вот эти температуры падали ночью ниже плюс 10. Дальше. Дальше вы видите здесь несколько красных стрелочек в процессе дат. Это те периоды, когда растения находились в состоянии температурного стресса. Общие учебники биологии и то, чем у нас учат в аграрных вузах, что перепад дневной и ночной температуры через 12 градусов Цельсия, то есть если больше 12, для растения это уже стресс. И то это очень общая такая, знаете, характеристика, потому что растения можно считать дерево яблони, которое растет в саду, и рассаду помидора, которое растет в поле. Относительно адаптивности к стрессовым условиям, мы с вами прекрасно понимаем, они несравнимы. Поэтому для овощей и для томатов в частности я бы назвал этот максимум в 10. То есть если ночь холоднее дня на 10 градусов, растению уже не очень хорошо. И такие моменты были потом через 2 недели после 2 декады мая, потом они были противоположными, то есть ночи были теплыми, ночью было 20, 21 и 24, но и дни были жаркими. И потом снова и так далее. То есть если вы проанализируете, мы проанализируем этот график, как вы видите, эти красные стрелочки повторяются несколько раз. То есть несколько раз растения у нас находились в состоянии температурного стресса. Дальше. Если говорить о температуре в этих кружочках, то это данные метеопункта. Как температура в метеопунктах определяется? Мы помним с школьных уроков физики, да? Помните, там стоит деревянный домик такой, покрашен белой краской, штакетники, то есть прямые солнечные лучи не попадают на термометр. Поэтому 34 здесь, в поле это плюс 10. Вы все в полях работаете и прекрасно чувствовали, да, что не 34 там было и есть сейчас даже на сегодняшний день вот здесь. Поэтому вот эти стрессы, они не очень хорошо сказывались на состоянии растений. Мало того, в состоянии стресса, понятно, растение слабее сопротивляется фитопатологическим инфекциям, его иммунитет понижается. То есть это именно те промежутки времени, когда у нас, ну говоря народным языком, цепляются болячки. Если мы посмотрим вниз, то мы видим, что в этом году и с осадками было не все нормально. Они выпадали ливневого характера, то есть некоторые столбики, вы видите, они очень высокие. Они приводили к затоплению поверхности поля на продолжительное время. В полях просто стояла вода и это тоже имело свои не совсем хорошие последствия, о которых мы поговорим дальше. Перевернув, мы с вами видим, вот здесь я наложил фазы развития томата на календарь, выглядело это приблизительно вот так. Я говорю, кто-то раньше посадил, кто-то позже посадил, но в среднем это все было где-то вот в этой динамике. И само собой понятно, что первые вот эти ночные похолодания, это тот период, когда растение могло зацепить инфекцию фитофтороза и, к сожалению, зацепило у многих, а у картофельников практически у всех. Картофель был постарше к этому времени и там были свои причины. Следующее ночное похолодание снова опасным, был фитофтороз, потом наступила жара. Высокая температура почвы, есть такая группа болезней, которая называется трахомикозные гнили. Трахея из медицины, вы помните, да, это сосуд. Вот трахомикозные гнили, это в принципе болезни сосудов. Это фузариоз, о чем здесь и приведено, это может быть кладоспариоз и так далее, и так далее. Это болезни сосудов. И вот здесь была опасность развития именно этих болезней. Сейчас наступает опасность, когда могут развиваться плодовые гнили, они вот здесь написаны, но для их развития сейчас нет условий. Поэтому по плодовым гнилям ситуация сейчас довольно неплоха. Единственное, о чем я хочу сказать, и в каком случае против них на сегодняшний день я бы работал, если продукт планируется продолжительно реализовать или далеко транспортировать. Потому что плодовая гниль зацепится на механическом повреждении, на вмятине, на давлении, там обязательно ботритесь будет. Поэтому, если вы хотите получить такой продукт, о котором говорила вот компания Метро, или даже не Метро, а вы сами хотите быть на рынке лидером, с классным помидором, без всяких проявлений плодовой гнили, то все-таки работать надо. Следующий момент, это уже защита, непосредственно защита. И вы видите здесь первым продуктом, который в схеме стоит где-то вот здесь. То есть, если это рассадный томат, то это где-то 15 дней после приживаемости рассады, не после высадки, а после приживаемости рассады, если безрассадный томат, где-то 5-6 настоящих листьев, это шерлан. Вот вы видите здесь шерлан. Почему шерлан? Потому что действующее вещество шерлана, как флуазинам, это единственное пока действующее вещество, которое работает против инфекции на мертвых тканях. Если вы занимаетесь картофелем или знаете технологию картофеля, то если картофелеводы проводят диссикацию, а большинство из них это делает, то к реглону, супер или реглону форте, они шерлан добавляют обязательно. Почему? Потому что реглон быстро высушивает ботву, но он не уничтожает инфекцию, потому что реглон это не фунгицид, это диссикант или гербицидом его некоторые называют. Инфекция на сухой ботве остается. После выкопки картофеля это все, естественно, ворох ворушится, клубень соприкасается с этой сухой ботвой, скрытая или латентная инфекция остается на клубне, и потом мы с вами этот фитофтороз культивируем в хранилище, и не можем понять, почему мы выкопали нормальный картофель, а в хранилище пошел фитофтороз, фитофторозная гниль клубни. Так вот, шерлан справляется с вот этими зооспорами на сухой ботве. Теперь вернемся к томату. Если мы с вами вот здесь работаем любым фунгицидом, то 70% рабочего раствора мы выливаем на поверхность почвы. Это объективно. Растение маленькое, листовой аппарат маленький, и факел все равно мы никак не сделаем, чтобы он бил четко по листу, если это, конечно, не ранцевый опрыскиватель, а если это механизированный опрыскиватель, работающий в поле, много рабочего раствора попадает на почву. Шерлан работает по той инфекции, которая есть на поверхности почвы. Потому что поверхность почвы – это мертвая ткань. Большинству фунгицидов для эффективной работы нужна живая ткань. То есть нужно, чтобы шло сокодвижение по растению и так далее. Поэтому здесь шерлан. Следующее в классике, естественно, это ридомил. Где-то через 2 недели пошли шерлана. Почему здесь ридомил? Потому что через 23-25 дней после высаживания рассады, вы чудово все знаете, наступает период интенсивного нарастания вегазативной массы. Мало того, мы его еще и стимулируем. Мы начинаем давать азотные удобрения, для того, чтобы нагнать большой куст. Потому что залогом урожая есть все-таки лист. У любого растения фотосинтез. Ну и плюс там покрытые плоды от солнечных ожогов. То есть это мы знаем. Много об этом, да? А когда интенсивно нарастает листовой аппарат, нам надо его защитить. И этот листовой аппарат нарастает очень интенсивно. Вы сами знаете, вы выходите на поле, через 2 дня у вас уже 3 новых пасынка. У вас уже 5-6 новых листьев. И если здесь работать контактным препаратом, а часто вот здесь почему-то работают медью, то новый лист не защищен. Он появился, а на нем никакого препарата нет. Металлоксил, который есть в Редомил Голде, он хорошо перемещается по растениям и защищает вот этот новый прирост. Это системное действующее вещество. И вот именно здесь и поэтому Редомил. Теперь давайте опустим глаза вниз и поймем, что очень многие вот этого шерлана не внесли и вообще ничего не внесли. Почему? А потому что лило. И потому что трактор реально в поле не мог зайти. Он просто провалил, ну грязь была. Поэтому этой обработки не было. И вот здесь поймался тот фитофтороз, о котором я говорил. Для фитофтороза нужно было обеспечить стоп-эффект. То есть то, что уже было на поле, его надо было остановить. Поэтому вот эта красная рамка Редомил Голд Плюс Шерлан, если у вас ручки в руках, можете возле этой рамки написать. Это рекомендация именно для условий 2016 года. Нужно ли ее повторять каждый год? Нет. Желательно Шерлан, а потом Редомил. Но так получилось, что в 2016 году и на этом поле тоже получилось вот так. Следующая температура скаканула резко вверх. Вторая половина июня, вы помните, это был первый период жары. И здесь это видно на графике. А перед этим поле было затоплено. Почвенная корка образовалась. И это стало условием для появления бактериальных инфекций. У вас на листьях начали появляться, ну тут может у вас и нет, и дай боже, но на листьях начали появляться пятнышки с ярко выраженной такой ярко-желтой каймой. То есть есть пятно, но вокруг этого пятна такая желтенькая солнышко. Это бактериальная пятнистость. И по бактериозам, к сожалению, на сегодняшний день химических средств защиты нет. Пергатус здесь показан, потому что это продукт, который содержит медь. А медь, это есть сегодня действующим веществом, которое мы используем для локализации инфекции. Для того, чтобы бактериоз не полетел с растения на соседа и так дальше не распространялся по полю, это медь. Она убивает его напрочь. Но поскольку здесь и угроза фитофтороза возникала, то поэтому пергадо было лучше, чем просто соло препарат меди, потому что в пергадо есть второе действующее вещество, и это была одновременная защита от, ну не защита, а локализация бактериальных инфекций, и плюс защита от фитофтороза. Еще раз повторю, к сожалению, бактериальные инфекции на сегодня это то, против чего химия, чистая химия, не работает. Никому не верьте, если вам будут говорить, что есть какой-то фунгицид против бактериоза. Есть единственный, вы его знаете, этот фунгицид, очевидно, я не буду называть, ну не очень дипломатично, это продукт конкурента, в кулуарах могу назвать, но это продукт антибиотик. И в принципе ним работают, он хорошо сдерживает бактериозы, но обязательно, потому что антибиотик, как и у человека, он очень сильно понижает иммунитет растения ко всем другим инфекциям, поэтому его надо чередовать и очень близко после него делать несколько фунгицидных обработок против других болезней. Дальше наступила жара, на предыдущем слайде мы говорили, это сосудистые болезни, по болезням сосудам лучше всего работает азоксистрабин, а это есть квадрис, вы его видите. И это может быть квадрис топ, если была угроза, вот так хорошо, если была угроза еще и альтернариоза, или вы могли сработать просто квадрисом. Ну и здесь вы видите три раза изобион, это наш антистрессовый аминокислотный продукт, вот именно там, где красные стрелочки, вы видите, там и изобион. Потому что аминокислоты, это тот продукт, который помогает растению преодолеть стрессовые условия, адаптироваться к стрессовым условиям. Мы, когда зимой с вами собирались в залах, там, в Херсоне или других городах, помните эти слайды, что такое свободная аминокислота, это именно та быстрая еда для растения, которая помогает ему справиться со стрессом. Поэтому здесь, конечно, изобион нужен был три раза, и не обязательно отдельно, его можно было применять в баковой смеси с любым из тех продуктов, которые здесь применялись. Следующее, это защита от вредителей. И если мы с вами посмотрим на этот слайд, то здесь вот внизу вы видите фотографии такие маленькие, потому что, ну, это ж не учебник энтомологии, это почвенные вредители, которые в этом году особых хлопот не доставляли. Была низкая температура, и я не могу сказать, что, ну, как бы, категорически вся Украина в этом году не страдала от проволочника или подрезающих совок, но такого, как в прошлом году, не было. Когда были телефонные звонки, были разговоры о том, что Нурелл лили, Актару лили, Конфидор лили, В-58 каждые три дня, все равно лезет, все равно растение подгрызает, все равно капельная трубка пробивается, фонтаны по всему полю. Вот в этом году таких звонков, честно вам скажу, не было. Это потому, что почвенный вредитель из-за вот этого холода и переуложнения он себя чувствовал тоже не очень комфортно. Я не хочу сказать, что он погибал, это не морозы были, конечно, но, в принципе, его вредоносность такой сильная, как в прошлые годы не была. Если же она бывает, то вы видите, здесь первый инсектицид, который приведен, это замачивание рассады в Актаре перед высадкой в поле или внесение Актары через капельную трубку, если это безрассадный товар. И это не только группа почвенных вредителей и не столько группа почвенных вредителей, потому что частично теометоксам от почвенных вредителей защищает, но если у вас их в поле много, вам придется вносить в почву гранулированные инсектициды и у компании Сингента это форс. Здесь больше Актара защищает вот эти первые 40 дней от групп вредителей, которые здесь могут быть. Само собой, это колорадский жук. Я о нем не хочу говорить. Это тот, в принципе, на сегодняшний день вредитель обнаруживать и защищаться от которого мы все с вами научились и успешно это делаем. Это может быть какие-то группы тлей, если это поздняя посадка томата. То я вам скажу, замачивание рассады в Актаре 40 дней держит без проблем. В этом году этих 40 дней не было. Почему? Если мы посмотрим вниз, очень много было дождей. Очень много. Транспирация была интенсивнее, чем в отдельные годы. То есть растение качало влагу через себя и, грубо говоря, устицы открывались широко и с каждым вот этим, в кавычках говоря, выдохом какой-то порции влаги уходил какой-то маленький процент так само из растительной ткани. Поэтому, если применял кто-то селестоп на картофеле, например, или замачивал рассаду в растворе Актары, хоть томата, хоть перца, хоть других посленовых культур, где-то вот здесь уже вынуждены были снимать первую волну колорадского жука. У компании Сингента это либо каратезион, либо НЖО. Именно в этой фазе нормально. Потому что следующая группа вредителей, она на сегодняшний день недооценена. Это сосущие вредители в виде тлей или цикадок. Вот это вот первая фотография. Это обыкновенная посленовая тля, черная крылатая тля, цикадка шеститочечная, потому что, вы видите, у него на голове там точки, и цикадка золотистая. Почему она недооценена? Потому что прямой вред растениям томата она наносит только в том случае, если ее на поле очень-очень много. Тогда понятно, высасывая клеточный сок, уменьшая фотосинтетическую поверхность, листья становятся липкими, скручиваются. Это вы все знаете. Но второй аспект этих вредителей состоит в том, что это есть переносчики вирусов и фитоплазматических инфекций. На этом поле, слава богу, может где-то и есть, я его все не обходил вдоль и поперек, но я видел поля с вирусными и фитоплазматическими болезнями. Столбург ловим практически каждый год иногда. Вирус скручивания листьев бывает, вирус желтой мозаики бывает. Вот когда вы выходите на поле, видите, у вас жилки желтые. Вот межжилковое пространство, все зеленое, а жилки желтые. Выходите на следующий день, вы ожидаете, что сейчас эта желтежна начнет распространяться, у вас должен как бы вроде бы пожелтеть весь листок, а желтые только жилки. Приходите через 5 дней, а желтые только жилки. Это вирус. Это вирусное заболевание, которое называется вирус желтой мозаики на посленовых культурах. Вредоносность, ну так себе скажем, ну там где жилка желтая, там нет хлорофилла, нет фотосинтеза, это понятно. Растение не умрет. Просто этих жилок будет становиться больше, больше, больше. Так вот, относительно переносчиков, это сосущая группа вредителей, и без системного действующего вещества вам здесь не обойтись. Конечно, это может быть каратезион или любой другой перитроид, ну собьете то, что сидит. И все. А нужен препарат, который вам отравит растительный сок. Для того, чтобы цикада или тля уколов своим хоботом и чуть-чуть, попытавшись высосать клеточного сока, получила отравляющую дозу действующего вещества и просто умерла. Поэтому здесь стоит либо октара, опять же, либо валиамфлекси. Валиамфлекси, видите, он стоит в конце июля, потому что это тот период, когда начинается защита посленовых культур от чешуекрылых вредителей, а грубо говоря, от совок. И поэтому валиамфлекси, в связи с тем, что рядом с действующим веществом октары, он содержит еще хлорантранилипрол, а это уже ДВ карагена, и это уже ДВ, которое работает по совкам. Но если мы перевернем с вами лист, то я вам скажу, Раньше у компании Сингента было два продукта по чешуе крылых вредителям, это Мачи и Люфокс. Сейчас вы видите, это достаточно обширный список продуктов, и я сюда еще не поставил Нурел, который тоже против чешуекрылых применяют, но у него нет регистрации, и поэтому я не призываю вас его применять. Отговорить я вас не могу, это решение вы можете только принять сами. Но, вот эти все продукты, если вы вот здесь почитать, да, Бавовникова, Сока, Карадрина, это Валион Флекси, Проклейм, то же самое, Амплиго, то же самое, Энжио, то же самое, Мач, то же самое. То есть, где же, как же их, куда же их поставить, для того, чтобы эта работа была самой эффективной. И здесь есть два аспекта. Первый аспект, это стадия развития вредителя. Это следующий лист. Этот аспект состоит в том, что продукт Мач, я вам скажу, его преимущества. Первое, очень высокая эффективность. Второе, экологическая безопасность, потому что это ингибитор хитина, мы с вами зимой говорили, у него другой принцип действия. Вот. Даже, ну, как бы иногда, ну, люди, работая Мачем, там, мне задают вопрос, типа, хочу на капусту Мач положить, а тут уже цибулю собирают. Можно ли? Не потравляться люди на поле цибули? Не потравляться. Это ингибитор хитина. Понятно, можно отравиться, если вдохнуть пары, или там попадет на поверхность кожи, или не до божья в рот. Но если вы сегодня обработаете поле капусты, а вот завтра выйдете туда, собирать томат, никаких проблем у вас не будет. Потому что у него другой принцип действия, сейчас, ну, нету времени долго об этом говорить, о теории. Самое главное, что Мач не дает личинке выйти из яйца. Поэтому идеальная фаза применения Мача это под яйцекладку или на яйцекладку. Вот это, вот это вот есть идеал. И вот здесь эффективность будет выше 90, иногда и выше 95%. Как поймать яйцекладку? Это уже второй вопрос. Вы там ходили, смотрели гибриды, может, обращали внимание, ловушки, феромоны на этом поле стоят. Это настоящий, профессиональный, современный мониторинг, потому что, почитав, как бы, методику этого мониторинга, вы можете по рекомендациям там, тех, кто разрабатывал эти методики, сделать вывод, что если вы, допустим, вышли и у вас за сутки в ловушку попалось 5 бабочек, значит, это на поле началась уже яйцекладка массовая. Потому что, тоже понятно, если одна бабочка отложила яйцо, ну, как бы, и все, то ловить эту яйцекладку, вкладывая там, допустим, 30-35 долларов в гектар, было бы неразумно. Ну, и можно визуально. Это уже, как бы, каждый агроном имеет свою такую степень, да, когда он идет по полю, и эта совка порхает из-под него и так далее. Вот. Совки, вот они, на помидоре, в основном, вот эти 4 вида встречаются, на предыдущем листе было. Это огородняя, хлопковая, гамма и кородрина. Они появляются на поле не одновременно, если вы почитаете биологию их развития, то, там, после перезимовки какая-то вылетает раньше, в зависимости от того, как набирается сумма активных температур. Но на поле вылетают они не одновременно. Но это не одновременность, это не месяц и не полтора, это там 3-5 дней, иногда 2 дня. Потому что разница в сумме активных температур, для того, чтобы она вылетела, это не 100 градусов. Активными, вы знаете, называется температура выше плюс 10 градусов, то есть, если, допустим, сегодня надо на 100 градусов набрать по такой погоде, ну, это где-то 4-5 дней, ну, может, 6. Потому что, если на поле 30, мы 10 нижних откидаем, а вот тут 20, что выше 10, суммируем. Вот сегодня, если среднесуточная температура будет, например, 32, значит, активных 22. Это вот с той точки зрения, если мы читаем литературу, чтобы понимать, что такое сумма активных температур. то есть, встречаются они на поле одновременно, но есть и хорошая новость, убираются они одной и той же группой препаратов. Поэтому, даже если мы с вами ошиблись, идентифицируя гусеницу, может, мы подумали, что это гусеница, например, хлопковой совки, а это была огородняя совка, да ничего страшного. Продукт по гусенице работает тот же самый. Дальше, потом у нас выходит личинка первого возраста. Это то, что вышло из яйца. И если вы ее обнаруживаете, то здесь матч еще допустим и может быть даже нужен. Почему? Потому что яйцекладка это не дело одного дня. И если у нас первая, вторая, десятая, маленькие личинки на поле обнаруживаются, это значит, яйца на поле еще много и яйцекладка, может быть, даже еще идет. Поэтому здесь матч еще не поздно. Да, он уже не с 90% эффективностью сработает по вот этой гусенице маленькой, может быть эффективность будет ниже, но все равно достаточно высокой, больше 80% гусеницы она вам уничтожит. Но вот по тому яйцу, которое еще не вылупилось, вот это будет классно. Дальше, хотите поднять эффективность по этому червячку, добавьте туда перитроек. Это недорого и примените матч в баковой смеси с каратезионом. Если же прошла первая линька и мы на поле обнаружим гусеницу уже цветную, как мы ее называем. А как правило, все виды чешуекрылых вредителей во втором и старших возрастах они изменяют свой цвет по сравнению с младшим возрастом. Она может остаться зеленой, но у нее на боку уже какие-то точечки появляются. Она уже может стать желтой или, допустим, какой-то там светло-коричневой. Старше она становится, а уже может опушение на ней появится. Там какими-то ячейками она уже покрыта и так далее. Ну и плюс она больше по размеру. Как правило, первый возраст почти у всех чешуекрылых вредителей это 10-12 мм. Гусеница длиннее 10-12 мм это уже второе поколение. И ее уже достать матчем нереально. Ее уже надо убивать. А чем старше организм, тем его сопротивляемость выше. Поэтому здесь уже матча нет. Здесь появляется либо проклейм, либо амплиго. По первому и второму поколению проклейм хорошо работает. Третье поколение и дальше можно проклейм, но амплиго лучше. Почему амплиго лучше? Потому что это хлорантронирепрол с каратезионом. Независимо от возраста гусеницы убойная сила вот этого препарата самая сильная из всех, которые представлены. Поэтому второй момент, который мы с вами обсудили здесь, это как поставить препарат в зависимости от того, что мы с вами в поле находим. Гусеницу, яйцекладку, гусеницу первого поколения или гусеницу третьего поколения. Делайте вывод, звоните, есть менеджеры по продажам, которые вас обслуживают, есть дистрибьюторы, у которых вы покупаете семена, звоните и говорите им. Они зададут вам несколько наводящих вопросов, какой длины гусеница там, когда вы ее впервые увидели, много ли ее на поле. Понятно, что в данном случае много ответов будет, ну таких, чисто эмоциональных, это объективно, я тоже такой же самый человек. То есть, вы не скажете там, например, 12 штук на растения, заселение 18%, нет, это сложные методические исследования, надо идти считать, вы просто скажете, да уже много. И вам, либо я, либо наши дистрибьюторы дадут консультацию, какой лучше препарат выбрать. Потому что следующим аспектом, кроме того, в каком возрасте вы обнаружили гусеницу, есть условия, которые стоят на вашем поле уже погодные условия для применения того или другого препарата. Никому не верьте, если вам будут говорить, что вот именно ихний фосфорорганизмский препарат можно применять по жаре. Применять его, конечно, можно. И все равно какую-то гусеницу или насекомое вы все равно убьете. И препаратом компании Синцингента Нурел-Д. Например, если бы мы сейчас имели вредителя, выпустили опрыскиватель на поле, это не ноль, но это, извините, 50%. А для борьбы с вредителями это очень-очень мало уничтожить 50% вредителя. Плюс к этому, по такой температуре никакой фосфорорганизмский препарат не будет иметь продолжительного защитного действия более трех дней. Поэтому следующим моментом для того, чтобы вы правильно подобрали инсектицид, конечно, есть погода. Конечно, погода. И поэтому вот это последний слайд, это тот слайд, как мы регулировали применение инсектицинов против чешуекрылых вредителей в этом году. Матч, само собой, это независимо от погоды, потому что это ингибитор хитина, но понятно, что надо работать в вечерние часы, есть возможность в ночные часы, лучше всего в утренние часы, начиная где-то с 4-5 утра. Тоже надо иметь в виду, мы с вами на зимних встречах часто говорили о том, что температурный параметр, который приводит любая компания в своем каталоге или в рекомендациях и пишет, что оптимальные условия для применения плюс 20-25 градусов Цельсия, мы с вами должны оценить, что это оптимальные условия в зоне работы препарата. Это не во дворе у нас 25, это не на маж дворе у нас 25, это даже не в поле, но на вот такой высоте 25, это 25 в зоне работы препарата. Часто допускают какую ошибку, когда температуру не учитывают, когда не учитывают тех факторов, что допустим, вы видите, на сегодняшний день междурядие, особенно узкое, уже хорошо покрыто. Жаркий день, целый день, поэтому несмотря на то, что вот это поверхность почвы между рядами перца, она хорошо закрыта листовой поверхностью, она все равно там за день нагреется, все равно туда проникнет тепло, она нагреется. Ну давайте теперь обратный процесс, как же она ночью остынет, чтобы ночью она остыла, нужны нисходящие потоки воздуха, то есть горячий воздух из-под этих листов, хорошо бы, если бы она была открыта, он раз и ушел туда, а он не уходит, поэтому мы понимаем прекрасно, что если мы с вами пустим опрыскиватель, то вот здесь, вот здесь, вот там между кустами перца достаточно жарко, к утру он все-таки остывает, плюс к этому, не надо бояться росы, конечно, когда роса очень обильная, тогда, ну да, ну шо ж, мы брызнем, хоть и прилипатель будем применять, да, оно все равно стечет, но сегодня есть методики, Степан вам кратце о некоторых из них рассказал, сегодня можно подобрать давление, норму вылива рабочей жидкости и сработать по небольшой рассе, поэтому, конечно, лучшее утро, ну и плюс, вот смотрите, здесь вроде бы амплига вписывается, но здесь стоит проклейм, почему? Температурный график очень высоко, именно проклейм тот продукт против чешуек крылых вредителей, который лучше всех и других работать пожаре, в двух словах, и проклейм стоит в конце, почему здесь? Потому что официальный период ожидания утвержден всеми эпидемиологическими, экологическими, карантинами и другими службами Украины, для применения проклейма на помидоре открытого грунта 5 дней, 5 дней, короче, но только актелит, там тоже 5 дней, инсектицидов с более коротким периодом ожидания нет, и заканчивая общение, там как раз и группа закончила, и мы к концу дошли очень хорошо, я вам хочу немножко рассказать о периоде ожидания как таковом, и как к этому показатель относиться. Понимаете, здесь есть два момента, первый, когда вы читаете в каталоге, период ожидания 20 дней, опа, на NGO, уже поздно, работать нельзя, это не всегда так, потому что период ожидания он имеет два момента, первый, это такой официальный, если вы поставляете продукт, допустим, на ту же компанию метро, и какая-то служба у вас определила там либо нитраты выше допустимых, либо остатки пестицидов недопустимые, и вам продукт браканули. И есть второй, к счастью, каждый год, честно вам скажу, он встречается все чаще и чаще, когда фермер уже переживает за то, что он официально не попадет, потому что он торгует сам допустим на трассе, какой там карантин, или даже на рынок возит товар, какой карантин на рынке, мы с вами знаем, но он переживает за то, что от употребления его продукта может случиться расстройство здоровья у потребителя. Это два аспекта переживаний, совесть, и мы с вами сельские люди в этом смысле, я считаю, немножко даже выше по уровню остальных, ну и страх в какой-то мере, потому что, не дай бог, что-то, да, уже и до суда дело может дойти. Я вас прошу, вы звоните, консультируйтесь, потому что период ожидания, вот смотрите, я проведу простой пример, по проклейму, помидор открытого грунта 5 дней, яблоко 20 дней, почему такая разница? Ну, помидор и яблоко, ну да, тот сочнее, может быть, и ты начинаешь себе в голове рисовать, вот что ж такая разница, что яблоко не такое отравленное, то есть помидор будет не такой отравленный, как яблоко, или почему. И когда я копнул и начал общаться с нашими экологами, вы знаете, период ожидания это такой комплексный фактор, они говорят, что дерево, это ж вы понимаете, на куст помидора вы вылили этого раствора, там, допустим, ну, я не знаю, там, пол литра, да, если 300 литров на гектар 25 тысяч, а на дерево вы же вылили его 5 литров, и оно с дерева еще стекло упало на почву, а потом какой-то процент еще из почвы взяла корневая система и загнала в яблоко. Это такая сложная система, я вам честно скажу, поэтому, конечно, надо периодов ожидания придерживаться. Есть продукты проклеи, мактелик и так далее, которые, ну, для того, чтобы быть просто спокойным, можно применить и через 5 дней рвать, и самому кушать, и тем более продавать. Есть продукты не химические, я имею в виду овощи, которые подвергаются обязательно термической обработке. В свое время я работал в производстве, мы выращивали сахарную кукурузу, ну, и вот зевнули. И, знаете, я зашел на поле, ну, вот уже задница личинки кукурузного мотылька торчит из-под рельца початка. Ну, где-то процентов на 70, он уже погружен. Понятно, сейчас будет червиво, это все понятно. Звоню, ты чем снимал? Литр мачо, я говорю, ты что, обалдел, 0,4 регистрация. Коля, никто сырыми сахарную кукурузу не ест, ее варят. Действующее вещество мачо под воздействием термической обработки разрушается. Поэтому, еще раз, завершая наше общение, я вам хочу сказать, лучше делать все как надо. Но если собираетесь нарушить, увы, мы пока с вами в такой ситуации. Я не имею права это говорить, но давайте хотя бы эти нарушения, ну, как-то адекватными делать, да? То есть, если это уже действительно помидор вот в такой фазе, то ни в коем случае Нур-ЛД сюда не загонят. Потому что это действительно уже будет яд для организма. А если, допустим, помидор вот в такой фазе, то Энжио здесь еще сработать можно. Да, ждать надо не 5 дней, где-то 12, но и не 20. Спасибо, что вы меня выслушали. Спасибо. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.